Сегодня мы рассмотрим, смело можно сказать, самый важный период истории именно нашей цивилизации. По моему мнению, эта наша цивилизация ведет свой отчет только со второй половины 19 века. Ее начали создавать торговцы на руинах, разрушенной потопом Единой Империи Священного Рима или Мира, правящей варной в которой была так называемая аристократия гигантов. Именно в это время, то есть в первые десятилетия после глобальной катастрофы, произошедшей в 1842 году, той самой засыпавшей однородным слоем глины нижние этажи краснокрепичных городов всего мира и образовавшей зону пустынь Земли, и произошли все главные политические события, положившие начало всему тому, что происходит в мире вплоть до наших дней. Официальная историческая наука до неузнаваемости исказила реальную историю и хронологию второй половины этого 19 века. Но мне по крупицам все-таки, я думаю, удалось воссоздать часть истинных событий, их причин и последствий. Вкратце, моя реконструкция выглядит так. Глобальная катастрофа, начавшаяся 11 сентября 1841 или 1842 года и окончившаяся аж в начале 20 века, уничтожила огромные территории единого священного Рима или просто мира, тем самым ослабив власть аристократов-гигантов, после чего на эту власть стала претендовать другая, более низшая варных торговцев, объединенная во внегосударственное образование под именем Ост-Индская торговая компания. За предыдущие потопы века эта торговая компания скопила огромные интеллектуальные, технологические и финансовые средства, которые и позволили торговцам после этого потопа 1842 года постепенно разбить единый священный мир или Рим на маленькие, якобы суверенные государства, вести им отдельные языки и религии и к концу 20 века полностью превратиться из ранее внутренней, внегосударственной торговой общности в надгосударственную управляющую силу. А результаты их единоличной власти мы сполна с вами ощутили на себе в последние десятилетия 20 века, после распада Советского Союза. Но историю этого Советского Союза мы с вами рассмотрим в следующих фильмах. Канал Айспик уже не один год сотрудничает с уникальным минералом Синтезит. Я, как и тысячи наших зрителей, постоянно использую Синтезит в повседневной жизни. Аналогов действию Синтезита нет. Он восстанавливает текучесть крови, разлепляет элитроциты, что позволяет каждой клеточке тела получать кислород, препятствовать развитию патологий органов и разных недугов, сохраняя молодость. Прием Синтезита способствует восстановлению организма и укреплению иммунитета, профилактике тромбозов и сердечно-сосудистых заболеваний. Это подтверждают его многочисленные потребители и исследования. Синтезит помогает восстановить естественный потенциал организма, здоровье, энергию и активность. Друзья, за три года с момента создания технологии получения Синтезита, сотни людей дали полноценное интервью о его помощи в восстановлении здоровья и жизненных сил. Среди этих людей есть профессиональные врачи и спортсмены, которые уже применяют Синтезит в своей деятельности. У тех пациентов, у которых я использовала данный препарат, я увидела очень хорошее улучшение клинической картины. То есть в первую очередь восстановление сил. То есть люди становились более трудоспособны, уходили клинические симптомы, многие заболевания. Если вы еще не подписались на ресурсы Синтезита, то я настоятельно рекомендую подписаться на его YouTube канал и группу ВК. Это настоящая энциклопедия, где собраны сотни видеоинтервью о действии минерала. Все ссылки на ресурсы Синтезита и научные исследования вы найдете в описании к этому фильму. Там же есть моя личная скидка по промокоду iSpeak. Так как у меня много подписчиков и из других стран, обязательно обратите внимание, что производство Синтезита есть в Европе и в США. Поэтому его доставка осуществляется во все страны мира. Используйте Синтезит в повседневной жизни и будьте здоровы. К сожалению для многих Советский Союз, как и капитализм, был тоже проектом торговцев. Они его начали разрабатывать во второй половине 19 века. Торговцы хорошо понимали, что для движения нужна конкуренция. Помните тот принцип Гермеса Тресмедиста или демократического централизма? То есть единство и борьба противоположностей. Торговцы полностью уничтожали прошлое мироустройство, во главе которого стояла аристократия гигантов. И строили именно капитализм с прицелом на империализм. А конкурентом им должен был стать именно социализм, а потом коммунизм. Но до коммунизма так и не дошло. А сегодня нам нужно понять, как торговцы действовали сразу после потопа в 50-60-е годы 19 века. А действовали они реально так. Лондонский филиал Ост-Индской торговой компании сразу же после потопа 1842 года объявил британские острова, ранее входящие в состав Священного Рима, отдельной британской империей. Пользуясь тем, что эти острова менее всех остальных территорий планеты пострадали от катастрофы, и там сохранились в нетронутом виде практически все производства, Лондон сколотил огромную армию и отправил ее за океан. Так торговцы начали колонизировать наиболее пострадавшие территории Священной Римской империи и Второй империи Великих Моголов. Эта империя Великих Моголов до потопа, видимо, была антиподом Священного Рима. В Европе торговцы действовали хитрее. Они финансировали так называемые Европейские буржуазные революции, которые начались уже в 1848. И сразу же британским торговцам удалось отделить от митрополии первого своего союзника. Эту отделенную область Священного Рима или мира они назвали Второй империей Французской, так как английская или британская была у них первой. Причем настоящие французы до этого потопа были одним из кланов варной аристократов-гигантов, а не народом или тем более отдельным государством. Не верите? Вот этому подтверждение. В одной из своих работ, датируемой концом 19 века, ирландский писатель и мыслитель Бернард Шоу, священнику, употребившему слово Франция, ответил так. А француз? Откуда вы взяли это слово? Неужто бургунцы, бретонцы, пекардицы и гасконцы тоже стали называть себя французами? Как наши взяли моду именоваться англичанами? Они говорят о Франции и Англии как о своих странах. Понимаете? Что станет со мной и с вами, если подобный образ мысли будет распространен повсюду? С точки зрения современной официальной истории, эта возмущенная тирада ирландского потомственного дворянина выглядит как-то абсурдно. Ведь Бургундия, Бретония, Пекардия и Гасконь, откуда, кстати, был Д'Артаньян, вроде бы коренные и неотъемлемые провинции Франции. Но нам с вами это уже достаточно хорошо понятно. Ведь прошлый священный Рим или мир имел варновое устройство. Правящей варной кшатрия в дворян были гиганты-аристократы. Часть из них действительно называлась англичанами. Англия не была территорией в современном понимании. Это были просто владения аристократической семьи ангелов. Фамилия константинопольских аристократов. Тех самых родственников Христа, которые совместно с династией Камнинов его и распяли. Позже, сбежав от мести других аристократических семей на Британские острова. Эту подлинную историю в своих книгах Русь и Рим воссоздали Носовские Фоменко. Что же касается французов, это искажение от имени Франков. Это тоже другая семья или клан аристократов-гигантов. С наибольшей долей вероятности, второе их имя Мировинги. А вот те самые бургундцы, бретонцы, гасконцы и пикардийцы, в отличие от двух с половиной метровых аристократов-гигантов, имели рост ниже чем мы, 130-150 сантиметров. И представляли собой ту самую земщину. Варну, вайшью, тружеников, крестьян, ремесленников и даже торговцев. До глобальной катастрофы 1842 года они спокойно жили в рамках священного мира или Рима, производя продукты питания, ремесленные изделия и, конечно же, торгуя. На кругах они выбирали себе старост. Также они объединялись в различные артели по роду занятий. Аристократы же жили своей жизнью. Они управляли. Собирали земств, налоги и барщины. А также использовали безземельных крестьян для работы в своих поместьях. Среди земщины, как и среди аристократов, тоже была своя иерархия. Кто-то был крупным землевладельцем, кто-то владельцем мануфактур, а кто-то на них работал. Аристократия, вышедшая изначально из воинов кшатриев, хозяйственной деятельностью не занималась. Они занимались только управлением. И вся эта хозяйственная деятельность была на плечах именно земщины, крестьян, ремесленников и торговцев. И эта земщина, как вы поняли, отличалась от аристократов ростом. Они были 130-150 сантиметров, а аристократы ровно в два раза больше. После потопа торговцы и подняли на борьбу с ненавистными и притесняющими их аристократами, двухметровых гигантов, своих собратьев-поземщины, ремесленников, крестьян и безземельных. И эти крестьяне, ремесленники и безземельные холопы стали их основной движущей силой в европейских революциях второй половины 19-го, начала 20-го века. При этом, как вы поняли, основными выгодополучателями сноса аристократии были торговцы, а своих братьев-поварни вайшью, тружеников, крестьян и ремесленников, они использовали в темную, обещая им свободу, равенство и братство. Только в итоге, своих братьев-поварни торговцы закабалили финансово. И неизвестно, что было лучше для ремесленников и крестьян. Налоги и барщина, которые они отдавали аристократам или финансово-кредитная кабала торговцев. Пришедшие власти торговцы налогов не отменили, только добавили эту финансово-кредитную кабалу. Ведь ранее все крестьяне и ремесленники платили десятину, всего лишь 10% от того, что они произвели, также платили и торговцы. Но ко всему этому прибавились еще и кредиты, а налоги даже увеличились. И сегодня мы видим с вами НДС-а всякие по 20%, НДФЛ-ы за 20%, налог на прибыль. И все это, в общем-то, делает такое налоговое бремя на современных предпринимателей, коими являются и крестьяне, и ремесленники, которые не занимаются, допустим, торговлей. Да и те же торговцы получили все это новое налоговое бремя. И плюс к этому еще кредиты, которые они вынуждены брать для того же бизнеса и ипотек, и покупки продуктов. Итак, Крымская война 1853-56 годов. По-моему, она и есть настоящая Первая мировая. Как раз в это время новоиспеченная торговая империя и начала захват территорий послепотопного мира. Крымская война – это только часть боевых действий, начатых Лондоном и Парижем с целью уничтожения ослабевшей митрополии, бывшего Священного Рима или мира. После наполеоновских войн этот Священный Рим, правда, уже назывался Священным Союзом. И власть над ним кетерархии четырех корон сменилась на три. Крымская война была направлена на ту часть Священного Рима или Священного Союза, в которой не удалось развязать европейские революции и раздробить эту Европу на множество якобы суверенных государств. И этой территорией, как вы поняли, было то, что сегодня называют Россией. Но как она называлась тогда, пока непонятно. Напомню, по моей реконструкции, межпотопная цивилизация возникла после гибели античной и просуществовала в 18-й, первую половину 19-го века. И тогда и организовался этот Священный Рим, столицей которого стал Санкт-Петербург. И этот Санкт-Петербург строила, как вы знаете, вся Европа. Там же находилась, в общем-то, вся европейская аристократия. И все государственные структуры тоже представляли из себя выходцев со всей Европы, а то и со всего мира. Итак, Крымская война 1853-56 годов. Британия, Франция, Сардинское королевство и некая Османская империя высаживаются в Крыму. Кроме этого, Британия отдельно пытается высадиться на Соловецких островах, в Петропавловске, Камчатском и даже захватить Санкт-Петербург. И вот что интересного и необычного мне удалось выяснить о причинах этого вторжения в митрополию. Кардинал Сибур, архиепископ Парижский, о этих причинах Крымской войны говорил так. Война, в которую вступила Франция с Россией, не есть война политическая, но война священная. Это не война государства с государством, народа с народом, но единственная война религиозная. Все остальные основания, выставленные кабинетами, не более, чем предлоги. А истинная причина, угодная Богу. Есть необходимость отогнать ересть Фотия. Но этот информационный след об истинных причинах войны вновь образованной Британии и Франции с коренной частью Священного Рима или мира, которая получается в 1853 году уже называлась Россией, мы будем анализировать в следующих фильмах. Это будет новая серия наших видео о Крымской войне, об истинных его причинах, как вы поняли, о техническом образе начала нашей цивилизации, что же оставалось от прошлой межпотопной о том, сколько же еще сохранялся во второй половине 19-го или в начале 20-го веков этот технологический уровень, который соответствует художественному стилю стимпанк. А вы теперь можете самостоятельно присоединиться к нашим крымским исследованиям. На сайте iSpeak.ru в разделе журналы вдобавок к нашим печатным изданиям «Трое осколки золотого века», «Керчь. Путешествие к вершине мира» и «Санкт-Петербург. Полная реконструкция реальной истории до Петровского и Петровского Петербурга». Добавились электронные путеводители. Античный Севастополь и Ялта и окрестности сборник исторических фальсификаций. Я думаю, ваше самостоятельное исследование этих местностей по маршрутам и с описаниями исторических нестыковок, которые мы для вас собрали, вам понравится. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова